Игра на понижение. Нефть продолжит падение на мировых рынках. К этому сводится подавляющее большинство прогнозов. За баррель уже дают меньше 30 долларов. Любители апокалиптических сценариев публикуют прогнозы, что будет с миром, если нефть опустится до 10 долларов. Особо продвинутые уже посчитали. Бочка воды стоит дороже бочки нефти. Вот Эльдорадо. Но реалисты объясняют, во всем виноват медвежий синдром юаня, который идет и идет вниз. И запад, и восток смотрели на Китай, а там обвалились биржи. И за ними в пике ушли Гонконг, Япония, далее почти везде. Вместе с ними нефть и акции. Так называемый индекс страха, то есть индикатор колебания курсов из-за испуга инвесторов на Чикагской бирже подскочил на 46%. При том, что за весь прошедший год поднялся лишь на 13%. Европейские экономисты пытаются успокоить. Дешевая нефть поднимет экономики Старого Света. Но американцы уже ищут вариант Б. Ведь для них это означает конец сланцевой революции, в которую вложены очень большие деньги. Мой коллега Михаил Акинченко смотрел на котировки и наблюдал за переговорами о кулкапитализме, чтобы понять, а у них за границей есть рецепт, что делать. Восхищение мировых финансистов ростом китайской экономики в один момент сменилось разочарованием. Это табло на Шанхайском мосту многие годы показывало биржевые котировки только в зеленом цвете, который означает «дела идут хорошо». Только вот теперь здесь чаще преобладает красный признак того, что дела идут плохо. Всего за две недели нового года китайские компании потеряли почти 17% своей стоимости. Весной 2015 года рынок ценных бумаг Китая пережил стремительный взлет, а затем стремительный же спад с колебаниями. Сейчас мы можем говорить, что это глобальное явление. До 2015 года Китай не был так глубоко интегрирован в мировой рынок капитала. Поэтому до этого времени влияние на Китай международной валютной системы не было так очевидно. Это потрясение на бирже соответствует международной ситуации. Китайские эксперты и аналитики избегают говорить прямо, но за формулировкой о стремительном взлете и последовавшем еще более стремительном падении на самом деле скрывается обыкновенный долговой пузырь. Для сравнения, если в 2000 году совокупный долг всей китайской экономики составлял 2 триллиона долларов, то в 2007 он оценивался уже в 7,5 триллионов, а по итогам 2014-го превысил 28 триллионов долларов. Что вполне сопоставимо, например, с совокупным долгом Соединенных Штатов, который уже превысил 60 триллионов. И все бы ничего, но Китай не сумел удержаться на той высокой планке, которую показывал еще в начале 2000-х, когда экономика страны порой росла больше, чем на 10% в год. Я думаю, что люди привыкли к невероятным показателям экономического роста. Вспомните, рынок акций в Китае удвоился за короткий промежуток времени. До прошлого лета экономика росла невероятными темпами, а потом случилась коррекция, и это всех напугало. Люди забыли про невероятный рост и почувствовали неуверенность. Наступило отрезвление, отрезвление реальностью. По разным оценкам, финансисты только в декабре поспешили вывести из Поднебесной от 100 до 170 миллиардов долларов. Ощущения тревоги усиливаются и из-за девальвации юаня. И это несмотря даже на то, что на удержание курса китайское правительство потратило за год баснословные полтриллиона долларов золотовалютных резервов. И правительство пытается ввести различные меры, но тем не менее ситуация пока довольно слабо стабилизируется. Мы видим удешевление юаня, и с высокой вероятностью эта ситуация продолжится. Соответственно, вот эти факторы, которые приводят к тому, что инвесторы спешно выводят деньги, и действительно есть такая определенная нервозность. Вслед за Китаем обвалились и биржи других стран, в том числе Европы и Америки. Старейший фондовый индекс Доу Джонс сильнее падал только в 1932 году, в самый разгар Великой Депрессии. Впрочем, многие эксперты уверены говорить о том, что причина кроется в Китае неверно. Истоки происходящего предлагают искать совсем в другой стороне и в другое время. Во время кризиса 2008 года правительству США пришлось изобретать чрезвычайные меры для спасения собственной экономики. Это назвали программой количественного смягчения. На полную мощность тогда включили печатный станок, увеличили количество долларов и смягчили условия их получения. Федеральная резервная система выдавала деньги под нулевой процент, то есть бесплатно. Промышленность страны получила мощный стимул. Неизбежная инфляция сделала доллар дешевле, но вслед за ним подешевели и американские товары. Их стали охотнее покупать, и к концу 2014-го экономика США пошла в рост. Лишь тогда печатный станок остановили. Чрезмерное ослабление доллара все же грозило тем, что инвесторы начали бы избавляться от американских активов. Когда стало понятно, что расширяться зона доллара больше не может, и тем самым эмиссия доллара становится опасной для экономики, эмиссию остановили окончательно, ну практически окончательно, в 2014 году, то стало понятно, что этот кризис можно решать одним из двух способов. Либо спасать мировую экономику за счет американской, либо спасать американскую экономику за счет мировую. Соединенные Штаты решили спасаться сами, тем более, что на наживку дешевых денег клюнули многие страны, и Китай в их числе. Когда Международный валютный фонд раз за разом стал понижать прогнозы роста мировой экономики, и доходность вложений в другие страны стала падать, в Америке подняли ставку по кредитам. Доллар снова стал прибыльным. Происходит не падение валют во всем мире, а укрепление доллара относительно других национальных валют. Укрепление доллара вызвано как раз тем фактором, что на фоне ужесточения политики Федерального резерва, повышения порционных ставок, инвесторы переводят свои капиталы в доллар, как в актив, который приносит большую доходность. Обвал на Нью-Йоркской бирже, вызванный тем, что и американские компании в конце 2015-го стали показывать замедление роста, финансистов уже не мог напугать, как и размер американского долга. Деньги, что инвесторы изымают из Китая и других экономик мира, пошли в США. Так уж сложилось исторически, 20 лет назад, 40 лет назад доллар был надежен. Сегодня уже не так. Американский доллар не спасение. США крупнейший должник в истории, но люди продолжают верить в доллар, и пока эта вера остается крепкой, доллар остается устойчивым. На руку США играет и Саудовская Аравия, которая вот уже полтора года продолжает настоящую ценовую войну на нефтяных рынках. В условиях, когда экономики замедляются и спрос на углеводороды в мире снижается, шейхи непрерывно увеличивают добычу под предлогом борьбы с производителями дорогой нефти. И саудитам уже удалось добиться некоторых побед. Например, закрылось большинство сланцевых проектов. В Америке потери признают, но лишний раз стараются не напоминать, что нефтяная отрасль занимает слишком незначительную долю в экономике страны. Зато Соединенные Штаты — крупнейший потребитель энергоресурсов на планете. И чем дешевле нефть, тем лучше в целом для всей американской экономики. И малым, то есть нефтяной отраслью, здесь готовы пожертвовать ради выигрыша в большом. При этом Саудовская Аравия на ценовую войну уже потратила около 400 миллиардов долларов. Если этот тренд продолжится, Ближний Восток столкнется с огромным вызовом. Мы уже сейчас видим, как Саудовская Аравия вынуждена занимать на внешних рынках, чтобы поддерживать прежний уровень социальных гарантий своим гражданам. Получается, Саудовская Аравия поставила все на одну карту в надежде, что нефть неизбежно вырастет, и тогда можно будет компенсировать сегодняшние затраты. Только когда это случится, неизвестно. Пока это не в интересах Соединенных Штатов, которые в конце прошлого года сняли действовавший 40 лет запрет на экспорт своей нефти. Первый танкер в январе уже пришел в Европу. Конечно, даже 10 или 20 танкеров не могут повлиять на баланс спроса и предложения в мире. Но таким образом Америка подает сигнал покупателям – не стоит платить за нефть много. Сейчас получается, что многие как бы торгуют себе в убыток, но если они не будут торговать, произведем нефть, то они потеряют куда больше. И в итоге рынок существует не по нормальным рыночным, по правилам балансировки спроса и предложения, а он ушел ниже них. И вот в этом как бы вся проблема. По оценкам экспертов, реальная цена нефти сегодня в пределах 60-70 долларов. Но геополитические сигналы загоняют нефть все ниже. И даже согласие Вашингтона в итоге снять санкции с Ирана в таком контексте выглядит закономерным решением. Ведь уже с понедельника Тегеран может выйти на мировой рынок с полумиллионом баррелей в день, что, вероятно, опустит цены еще ниже. В этой мутной воде американцы ловят золотую рыбку. Американцы, на мой взгляд, готовят очередной удар по мировой экономике. И все-таки в ближайшее время, возможно, в течение полугода, мы увидим еще какую-то волну. Кризис ее могут как угодно назвать. Там американское какое-нибудь, не знаю, чудо очередное будет. Или не чудо, а американская мечта. О чем именно мечтают сегодня Соединенные Штаты и какого результата в итоге добиваются, ответить на этот вопрос с уверенностью не берется ни один аналитик. Вот и шотландский банк РБС, который входит в двадцатку крупнейших в мире, снова, как и в 2008 году, предупредил своих клиентов о грядущих проблемах. И посоветовал на этот раз, на всякий случай, продавать все. Потому что будущее мировой экономики выглядит уж слишком туманным. Михаил Акинченко, Наталья Литовко, Виталий Зайцев, Первый канал.